Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем, если согласны, хорошо? Значит, грамматические проблемы мансийского языка, или точнее мансийских диалектов. Здесь многие вещи, детали, о которых я уже говорил более-менее, значит, частично буду повторять некоторые дела. Впервые мы видим листок мансийских диалектов, я бы сказал, листок современных мансийских диалектов, но в основном это уже прошедшие, потому что подавляющее большинство этих диалектов уже исчезло. В современности говорят люди уже только на северных диалектах, точнее, это единственный диалект с разными поддиалектами, говорами. В этом листке видим впервые на левой стороне так называемые южные диалекты литовгинские, которые исчезли приблизительно сто лет тому назад. Эта группа была самая архаичная диалектная группа мансийского языка, которая еще сохранила даже и палату-велиарную гармонию гласных. Следующая большая группа — это средние диалекты. Я называю эти так, которые составляются из восточных и западных диалектов. Восточные называются, впрочем, кандинские. КУ — нижняя конда, ЕУ — юг конда, КМ — средняя конда, КУ — верхняя конда. Потом западные, В — значит, Вагильск, ПЛМК, ЛУ — лозва нижняя, ЛМ — лозва средняя, и потом северные диалекты, или группа северных поддиалектов. По всей вероятности, знаете, что мансийские тексты были собраны венгерским финнографедом Бернатом Мункачи и финским исследователем артуриканства. В основном они посещали те же территории, значит, легко сравнивать диалектные формы, между которыми было примерно 15-20 лет. Но здесь важно отметить тот факт, что первое большое собрание текстов и грамматических материалов происходит от венгерского путешественника Антала Регули, который совсем не был образованным лингвистом, но был энтузиастом. И большую часть его текстов дешифрировал Бернат Мункачи во время своего визита в Западной Сибири. Что касается качества собраний Мункачи и Каннисто, материал Каннисто гораздо лучше. Он был очень хорошо образованный человек, фонетический, и у него, как у Карья Лайнена, который собирал хантыстские тексты, грамматический материал, был абсолютный музыкальный слух. Слава Богу! Таким образом, можем сравнительно хорошо анализировать фонетику, определить фонологию, фонемику этих диалектов, хотя не всегда очень легко, как это будем видеть немножко позже. В кругу я попробую наглядно объяснять междиалектные отношения в манисийском языке. Южные диалекты, северные диалекты, самые давние друг друга, а так называемые средние диалекты, восточные и западные, сравнительно близки друг к другу. Хоть разницы есть везде, более-менее я хочу заметить, например, кондинские говоры, где КУ говор ли диалект нижней конды. Сохранил еще следы гармонии гласных, а другие уже потеряли. Нет никаких следов такой гармонии в северных диалектах. И потом картина уже известная вам, согласно Обско-Угорского языка основа, о котором вчера я уже говорил немножечко, гласные того же языка основы тоже известно. здесь я могу отмечать, что Штейниц был тот исследователь, который занимался наибольшим обско-угорскими языками, и историей, и диалектологией. когда мы говорим об истории, фонетической истории обско-угорских языков, наичаще мы должны ссылаться на его работы. И очень рано, уже в 1944 году он попробовал определить фонологическую систему обско-угорского языка основы. Когда я тоже посмотрел диалекты и истории этих языков, я видел немножко по-другому. И здесь вы видите ту картину, которую я думаю правильную. Но в то же время не хочу сказать, что теория Штейница абсолютно ошибочна. Значит, спориться надо всегда. Мы заставлены исправлять или модифицировать взгляды или современных коллег или предыдущих. И потом переходим на древне-мансийский язык. Здесь видно согласные. Эта система уже более простая, чем была система обско-угорского языка основы. Между этими двумя фазами были, конечно, разные, но немногие развития в области фонетической системы языка. В так называемых современных мансийских диалектах система согласных очень похожая. Разницы только маленькие. Самое важное может быть, что Ш существует абсолютно верно только в южном диалекте на Тавде, а в восточных диалектах выступает Эш альтернативно в диалекте Нижней Конды. И здесь интересный факт. Информантам на Нижней Конде Уканнисто был настоящий мансий, и другой его информант по мансийскому языку был настоящий русский. Но и мансий, и русский владели обоими языками, совершенно перфектно. Единственная разница была, что мансийский информант не произносил Эш, а русский ДА. И на правильных местах, именно там, где на основе истории языка ожидается этот согласный. В западных диалектах имеется Эш, и на севере подобная ситуация, как на Конде. Эш находится только в одном единственном диалекте, в обском диалекте, который изучал венгерский финнографе Бейла Калман. И он утверждает, что говорящие на этом диалекте в постоянном контакте с северными хантами. Именно поэтому возможно, что Эш появился в их диалекте под влиянием сынвинского или казымского диалекта. Кроме того, иногда Бейла Калман слышал даже и тот особый согласный, который употребляется в сургутских и в казымском диалектах хантыского языка шла, согласный, который пишется почти греческим ламбдой. Система древнемансийских гласных была сравнительно простая. Было два подъема языка. Эта система более сложная в современных диалектах, особенно на юге, где вследствие развития имеется уже три подъема языка. И, как я уже сказал, в этом же диалекте сохранилась гармония гласных. во всех диалектах есть и долгие, и краткие гласные. Здесь мы видим фонологические таблицы. Мы должны вам сказать, что реализация долгих гласных очень сильно меняется, зависимо от качества слога. Если слог закрытый, гласные более краткие. В открытых слогах гласные долгие, более долгие, даже и краткие гласные могут появляться немножко более долгими. Когда вы читаете тексты Артур и Каннистоп, можете следовать этому явлению, если читаете очень внимательно. И может быть, стоит еще раз исследовать фонематическую систему всех этих диалектов. потому, что результаты сегодняшние не всегда абсолютно односмесленны. Вне первых слогах система гласных была, конечно, здесь тоже сравнительно простая. среди кратких, действительно редуцированных, только одна единственная фонема, это шва. В средних диалектах, то есть восточных и западных долгие гласные нижнего подъема реализуются очень часто дифтонгами. Здесь вы видите только билемские примеры, а долгая в основном звучит как О, а как Е. Попробую кричать, слышно? В диалекте нижней конди фонема А реализуется как А О О О О НЕМА А ДА А А А Я не могу произносить эти звуки могу только думать как они могли звучать. Самое важное что здесь в практике дифтонги фонетические. И потом перейдем к группе имен существительные основы или корни разные, некоторые чередуются, некоторые не. Те, которые имеют конечный гласный вообще не чередуются максимально фонетические зависимые от качества слога. Самый простой пример здесь это слово чулок. Когда существительное имеет в конце слова согласный то суффиксы присоединяются к основе наичаще с гласным шва редуцированное. Подобные явления видим, конечно, и в хантыйских диалектах. в конце слова есть группа гоморганных согласных, один из согласных может выпадать перед суффиксами с начальным согласным. Так, очень часто видел в тандис, в тандис, английском слове amp собака, например, коммитативы amp над, но и тоже ап над. Очень редко и один из этих согласных может выпадать. если последний элемент основы гамма га, по крайней мере исторически, этот согласный может меняться с согласным ка, это видим здесь в слове веревка, самая ясная форма здесь множественное число давдинского говора, какой-то единственное число ка-л в произношении ка-л то да, в стардинском диалекте пишется реализация реализация зависима от гласного первого слова ж owner полудолгое или ю полудолгое Если мы позже пишем финно-угорские слова, фонологические, я боюсь, что иногда делаем то же самое, что делается в английской орфографии, которую я иногда называю иероглифией. Потому что письменная форма часто различается очень радикально от произношения, и те же группы букв произносятся в разных словах совсем по-другому. Но иногда и финно-угорская фонологическая транскрипция делает то же самое. Но это теория, практика. Что касается парадигмы, впервые надо говорить, конечно, о суффиксах чисел. Как я уже указывал несколько раз на эту проблему, и мансийский язык имеет три числа, единственное, двойственное и множественное. В абсолютной парадигме суффикс двойственного числа, гамма, наследие очень старое из уральского языка основы. И суффикс множественного числа тоже старый элемент, те, который находится и в прибалтийско-финских языках, исторически даже и в самском языке. Кто из вас изучал самские диалекты, если такое или нет? Маленькое интересное дело. Может быть, вы знаете, что морфема множественного числа венгерских существительных – это К. Маленькое интересное дело. Как суффикс множественного числа существительных в именительном падеже. Очень долго думали финнографы, что К. венгерского и К. самского исторически тот же самый элемент. Но нет. Как самских диалектов, как знак множественного числа, происходит из старого «ты», который мы видим здесь в финском примере. Именно это случилось и с личным суффиксом второго лица единственного числа. В финский менед, ты идешь, и в самских диалектов здесь тоже встречается К. Таким образом, я могу сказать, что языки иногда попробуют обманывать нас. Надо быть всегда очень осторожно, когда видите подобные явления в разных языках или почти те же, то же самое явление. Может быть, что они ничего общего не имеют. У меня есть прекрасный пример. Попа, священник. Как по-фински? Паппи. По-венгерски? Попа. То же самое слово. Финны получили из старорусского языка, венгрии из западнославянских языков. Таким образом, мы с финнами имеем и общего священника, но не имеем все-таки. Да, потом видим, как выглядят эти числовые суффиксы в современных диалектах. Как я уже сказал вчера, двойственное число исчезло из южно-мансийского диалекта, в других есть. Наилучше сохранился этот суффикс в северных диалектах, между прочим, в сосвинском. В восточных диалектах гамма стал или е, или шва плюс е развились вместе в согласный долгий и долгое. На западе вообще находим гамма, иногда это может чередоваться с долгим или с полудолгим гласным. Те множественного числа никак не изменился, видим здесь старые формы везде. И здесь пример того, что хоть южно-мансийский диалект уже не знает двойственного числа, след этого числа сохранился в неатрибутивной форме числительного два, которая существует и в хантыских диалектах, и в венгерском языке. Здесь, видите, кет-тю, в венгерском тоже нет никакого двойственного числа. Здесь тоже находится, к сожалению, ошибка. Это кит-тюв, лишний элемент. В основном это форма табдинского говора, мансийского. Но здесь отсюда не могу стирать. Суффиксы коллектива и коллективности. Если не ошибаюсь, я уже говорил об этом тоже в течение вчерашнего дня. Поэтому не стоит повторять все то, что я сказал тогда. Что здесь может быть интересно, то, что суффикс коллективности часто содержает и числовой суффикс, а может стоять и без этого. Таким образом, в кавычках я могу говорить о примерах. В единственном числе, и потом, здесь позже, в двойственном числе и двойственном числе. В южных и восточных диалектах я не нашел такие формы коллективного суффикса, в которых был бы суффикс двойственного или единственного числа. На западе есть, там тоже очень мало, пелимский говор, лубенс, на всех четырех ногах, лошадь. Те же слово в другом диалекте на западе, значит, вместе с лошадью. Ну, и два варианта двойственного числа, в кавычках и не в кавычках. Пелимский говорим, что отец ушел с сыном. Пелимский говорим, что отец не имеет числового суффикса, а в контексте совсем ясно, что здесь два подлежащих, поэтому сказуемость стоит в двойственном числе, мин-сага. Есть и другой вариант, в той же функции, в том же значении, певен-саг мин-ас-саги. Певен-саг содержает уже суффикс двойственности, которого здесь нет. Погожие примеры на западе, на севере, певен-саги, отец слушал с сыном, а-саги, певен-саги, а-саги, отец с суффиксом, с притяжательным суффиксом третьего лица единственного числа, где э-суффикс выражает определенность, значит, ту же функцию, которую многие языки выражают артиклом, немецкий, венгерский, английский и так дальше. Но это тоже очень хорошо известное явление вам. И потом здесь внизу видим формы суффиксом коллективности плюс морфема множественного числа. Эти формы употребляются, если шуществитель обозначает больше, чем два живых существа, но они могут обозначать и два существа в табдинском диалекте. А-син-саг, отец, плюс суффикс коллективности, это множественное число. А-син-саг мин-ас-саг, я ушел с дедом. Значит, коллективность плюс множественность. И все-таки только мин-ас-саг, мин-ас-саг, я ушел. Юр, отец, пыр, сын, мальчик. Оба слова находятся во множественном числе. До слова отцы, сыновья ушли. Но в действительности речь идет только о том, что отец и сын уехали или ушли. Подобные примеры здесь в восточном диалекте. А-син-с, только это слово, внук со своим дедом. Значит, всегда контекст говорит нам, о чем речь идет совсем точно. Такое единственное слово сам по себе не может отражать, о чем идет речь. В контексте надо видеть все. Пыр, венч, мин-ас-саг, отец уехал со своим сыном. Пыр, венч, пыр, сын, мальчик. Они с суффикс коллективности, без числового суффикса. А мин-ас-саг, в двойственном числе, они ушли. И отец понимается только в контексте. Пара этого предложения, пыр, венч, мин-ас, отец ушел со своими сыновьями. Что здесь речь идет, возможно, о многих сыновьях. Пара показывает, что в слове пыр, венч, есть и суффикс множественности. Сказуем, стоит тоже во множественном числе. Подобно в филимском говорим, пыр, мин-ас-с, и на севере, ас-с, мин-ас-саг, ас-с, отец. Здесь не с суффикс коллективности, без числового суффикса. А сказуемое стоит в двойственном числе. Из контекста ясно, что два сына с отцом уехали. Или мог бы значить то же, что сын с отцом, один сын с отцом уехал. Всегда надо смотреть точно и на контекст. Аспигансат, мин-ас-сад, отец уехал со своими сыновьями. Здесь уже ясно, что отец имеет центральную роль. И речь идет вместе с ним о сыновьях. Склонение, падежная система. То, что знаем абсолютно верно, что суффикс винительного падежа, кузатива, уральское наследие, этот же суффикс находим в прибалтийско-финских языках в современной форме н. В марийском языке остатки этого суффикса существуют и в пермских языках в форме нуля, но исторически там. А суффикса латива, датива, обскогорского языка ничего не знаем, потому что и в хантейских диалектах, и в марийских диалектах здесь разные суффиксы. А локативных суффиксов было два, т-и-н, облатив суффикс падежный угорской эпохи, соответствие имеется в венгерском языке, комитатив, нат-нет, тоже угорская форма, вчера я уже говорила об этом, в современных восточно-хантейских диалектах имеются тоже формы подобные, которые возникли из послелогов, между прочим, и суффикс комитатива. В древнем ансистском языке из того же послелога возникли суффиксы облатива, на-нет, и комитатива, нат-нет. Такой суффикс, падежный суффикс, семья падежных суффиксов, существует и в рингерском языке, но не в литературном. в диалектах, где они называются суффиксами существительных, обозначающие профессии или фамилии. В диалектах нет местной поддержки, отложительной поддержки, но на севере, в так называемом полотском диалекте, и на востоке у цеклеров, значит, в Транссильвании употребляются все еще эти формы. Например, возьму этот пример, опыт священника. Я иду к священнику. Я теперь у священника. Я иду к священнику. Я иду к священнику. Раньше я тоже не знал этих суффиксов, только студентам Будапештского университета слышал об этом. Абсолютно маргинальное явление в венгерском языке. Значит, на границе языковой области находятся эти суффиксы. По всей вероятности, раньше были они более известны. Еще мне пришло в голову, что за последние десятилетия были коллеги, которые серьезно сомневались в том, имеется ли угорская подгруппа или нет. Большинство таких коллег, такие лица, которые никогда не занимались подробно исследованием этих языков, значит, они знают их только из далеких перспективов. Даже ни о том не знают, какие диалектные группы внутри этих языков, эмансийского или хантыйского, может быть, венгерский язык знают лучше. Когда я попробовал собирать общие угорские черты, я нашел, может быть, почти 30, которые объясняются исключительно вследствие того, что предки этих современных угорских языков жили вместе примерно 3000 лет тому назад. Это очень долгое время, конечно, в течение которого язык изменился страшно много. Результат этого то, что нет ни одного языка в мире, который мы могли бы понимать. И наивные говорящие языков обсуждают раствор языков на той основе, понимаем ли друг друга. Конечно, нет. Но есть языки, говорящие, которые очень хорошо могут общаться. Голландцы, северные немцы, почти нет никаких разниц, говорящие скандинавских языков и так далее. Даже между украинским языком русским и белорусским нет языковой границы. Только политические границы. Здесь видим суффиксы современных мансийских диалектов. Здесь самое важное, что старый венитинный падеж суффиксом «м» сохранился только в южном говоре полностью и в восточных говорах. Частично и в одном из западных диалектов. На севере нет никакого следа этого суффикса. В большинстве западных диалектов, так и в вилимском диалекте, есть новый суффикс винительного падежа, который употребляется сравнительно редко. Но этот суффикс возник из суффикса аблатива, бывшего аблатива, который тоже исчез более или менее в этих диалектах. Вчера я уже говорил о том, что аблатив может очень легко развиваться суффиксом винительного падежа, когда речь идет о частичном объекте. Это мы видим в прибалтийско-финских языках. Здесь этот пример. Сыр лейпа. Сыр кушает лейпа. С э кратким. Хлеб. Тоже самое слово этим логически. Лейпа с э долгим стоит в партитиве. Значит, в падеже частного чего-нибудь. Это появляется в разных функциях. Между прочим, может быть, и падежом частичного субъекта, частичного объекта. И значит, кушает из хлеба. В венгерском языке говорим все еще. Сыр кушает из хлеба. Значит, объект частичный. И в старых венгерском языке был. Сыр кушает из хлеба. Местные падежи можно употреблять в таких функциях. Суффикс латива-датива. Н плюс гласный. Этот суффикс возник из того же паслелога, от которого родился суффикс об лативах на-на. Значит, старый угорский суффикс тоже. И нал-нал на западе исчезает. Исчезает. Н-форма-не употребляет уже только очень редко. Вместо этого употребляется послелог. Вот. В перелимском говоре. Паал. Произношение паал. Из. Приду из дома. Коал-пуал. Коал-дом. Суффикс комитатива-инструментала тоже прекрасная загадка. Имеются два варианта. Л и Т. Может быть и более длинный вариант. Т плюс Л. Л употребляется в единственном числе абсолютной парадигмы. В двойственном и во множественном числах вообще видим более долгий вариант. Тел. Или только Т. Из долгого варианта. Сохранился только Т. В южном диалекте. Значит на Тавде. Долгий вариант употребляется нормально в притяжательной парадигме. Здесь несколько примеров. Если он имеет притяжательный суффикс, в том случае употребляется уже суффикс с начальным Т. На юге только Т употребляется ЛОУМТ, с моей лошадью ЛОУМТ, ЛУМТ, ЛУМТ, ЛУМТ. В двойственном числе абсолютной парадигмы видим опять этот долгий вариант Т, вот в этих примерах. И во множественном тоже. В южных текстах я нашел только один единственный пример. Вот это «Паштата с топорами». Южных текстов очень мало. Не более ста страниц. И некоторые части повторяются нередко, поэтому словарный состав известный, по крайней мере мне, из этого диалекта маленький. Транслатив или как это по-русски? Транслатив. Транслатив, спасибо. Я тоже могу говорить об одном угорском свойстве, потому что в угорских языках транслатив употребляется наичаще только в единственном числе. В венгерском языке тоже так, но нельзя агроматическим называть явление, когда в венгерском языке появляется транслатив во множественном числе. Есть некоторые примеры в мансийском и хантыйском, но наичаще видим эту форму только в единственном числе. Притяжательная парадигма. Здесь, конечно, тоже имеем дело с тремя числами. В случае двойственного числа видим старый суффикс урадского происхождения гамма, а во множественном числе есть гласный плюс н. Такое множественное число существует, по крайней мере, исторически в прибалтийско-финских языках, скамских языках. Примером могу назвать финские формы. Притяжательная парадигма в случае множественных лиц в первом и втором лицах виден форме с долгими насовыми гласными, например, ТАЛО-ДОМ. ТАЛО-ДОМ, Таломек с платанным стопом, который не пишется в арфографии, на востоке произносится даже в форме К. Таломек, исторический этап не строится из старого суффикса множественного света притяжационного парадигма Н плюс притяжационный суффикс МЕК. И следовала полная ассимиляция между М и М, так родился МЕК, и мутатис мутангис в форме второго лица множественного числа Таломек, ваш дом. Поэтому это развитие случилось исключительно в двух первых лицах множественного числа. В двух первых лицах единственного числа сохранилась старая форма. Таломек, мой дом, мой дом, талоси, талоте. Только историк языка мог догадывать, что здесь случилось, потому что современные формы уже ничего не говорят наивным говорящим о бывших событиях. И что касается формы двойственного числа в современных диалектах, здесь имеем опять очень пеструю картину. В южном диалекте, конечно, двойственного числа нет, а в восточных и западных диалектах гамма слилась с предыдущим гласным. И так возникли менее или более долгие гласные, а на севере гамма сохранился. Личные местоимения. Вчера уже видели, что склонение хантыльских личных местоимений очень сложное. Подобную картину, ситуацию видим и в маисийских диалектах. Но здесь есть одна очень важная разница по сравнению с хантыльскими диалектами, что маисийский язык не сохранил как суффикс винительного поддержания личных местоимений. Другая важная разница, об этом я уже тоже говорил, что во вторых лицах не видим личных местоимений с начальным «Т», везде имеем дело с «Н». Значит, в современности «Н», «А», «Т» нету. Но с точки зрения истории обско-угорских языков эта разница объясняется очень логически. Но история долгая, о которой я здесь не могу говорить, даже без помощи статья не могу это делать. Мне тоже надо видеть, что было. Когда я сказал, что количество, долгота гласных зависит во многом от структуры слога, и лишние местоимения могут это доказать, когда мы видим, что где-то проклятый Windows. Здесь на востоке «К», «У», «Я», «Ам» или «Эм». Как до которой формы выступают, не знаю. В текстах, мне кажется, меняются свободно или почти свободно. Параллельные формы или почти параллельные формы с разными долготами гласных. В южном диалекте, значит, «тавда». Старый суффикс винительного падежа видим и в парадигме личных местоимений. «Амэн» или «Амэн ми», «Меня», «Нэвн» или «Нэвн ми», «Тебя» и так дальше. В других диалектах, в парадигме личных местоимений, если я не ошибаюсь, этого «м», как суффикс винительного падежа, «невидим», он сохранился только в южном диалекте. Я ошибся? Да. В кондинском говор есть. «Тавамэ», «тавэтамэ». Здесь тоже. Но на севере нету. И многие формы совпадались, как это видим и в притяжательных парадигме, существительных, даже и в спряжении. Наичаще второй и третий лица двойственного числа в спряжении. Глаголы. Здесь теперь задаю вопрос. Есть ли у вас вопросы? Вопросы, на которые я могу отвечать. Нет? Известно ли вам имя башкирского ученого Джалиля Гиньяча Кейкбаева? Нет? Нет? Продолжение следует... 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 Если гласный первого слога исторически долгое, в закрытых слогах может выступать краткий гласный. Иногда влияют и другие обстоятельства на качество гласного. Самый прекрасный пример для этого – «вер», «вер» – делать, работать. О глаголах с так называемой тематической основой. Я уже говорил вчера, даже и в прошлую неделю, мне кажется, не стоит повторять все эти подробности. Если я понял хорошо, вы уже получили материалы, составленные мною на дисках, да? Если вы там можете проверять все эти данные, но не забывайте, к сожалению, находятся и опечатки в этих материалах. Я виноват. И техника тоже. Это тоже уже известная история вам, специальная группа угорских глаголов, которые имеют три основы во всех угорских языках. И характерны эти исключительно для угорских языков, которые по некоторым экспертам не более родственны друг с другом. В категории глагольной парадигмы известные вещи здесь тоже. Грамматические числа, числа обладаемого и прямого дополнения. Мы почти везде имеем три числа, за исключением южного диалекта. Время. В французском языке мы видели, что в Ахвас-Юганском диалекте четыре прошедших времени. Здесь, в французском языке, положение в том смысле более сложное, что в южном диалекте имеем два презенса. Так называемый презенс моментанным, мгновенный презенс и продолжительное настоящее время. Презенс моментанным употребляется и функцией будущего времени. Это спряжение имеется и в других мансийских диалектах, но в другой функции об этом я буду говорить, думаю, завтра. Что касается наклонения, здесь специальностью является то, что в южном диалекте два повелительных наклонения абсолютный императив, когда дается указ и вежливая форма императивус клейманс. Неочевидное действие выражается во всех, да, думаю, во всех мансийских диалектах, но я не мог составлять цели парадигмы, например, в южном и восточном диалекте. Да, действительный страдательный залог. Страдательный залог именно так популярно употребляется в франциских диалектах, как и в хантыске. И даже и с глаголами, которые непереходные. Уже сдал примеры этого явления. Завтра могу это повторять, потому что действительно обско-угорская особенность. Число определенного объекта имеет тоже три числа. И неоспрягаемые формы глагола «Инфинит», «Причастие», «Диепричастие», на основе которых возникли новые формы спряжения глагола в некоторых мансийских диалектах. И об этом явлении стоит говорить завтра более подробно. Здесь я заканчиваю на сегодня и спрашиваю, есть ли у вас теперь замечания, вопросы. Если нет, благодарю вас за внимание и до свидания.